Приветствую вас, значит, прочитал я ваш вопрос. Надо сказать сразу, что к терапии субий существует несколько подходов. Первый подход, это подход, использующий технику релаксации, работу диафрагмы и так далее. То есть это такой способ, вы можете почитать релаксационные техники, которые могут помочь вам обретать расслабление в те моменты, когда вы испытываете страх. И, соответственно, вам будет легче. Пожалуй, сюда же в этот набор, в эту категорию я бы отнес в том числе и НЛП, гипноз и так далее. То есть специалисты по гипнозу и НЛП, они достаточно легко и быстро решают данную проблему. Вот. Ну, на мой взгляд. Обещают, значит, они это довольно легко и быстро. Вот. А вы сами от этого избавляетесь. То есть страха вы больше не боитесь, допустим. Но есть одна проблема. Это проблема такого плана, что если человек испытывает страх, если он боится, то причина его... фобия, она может быть, ну, в другом. она может быть в том, что когда-то, именно когда-то, человек пережил какой-то кризис, какой-то инцидент, связанный вот... с этим, ну, со страхом тьмы. И, соответственно, из-за этого человек испытывает нервоз. В таком случае, при воздействии НЛП, может возникнуть неприятие, ну, то есть, может возникнуть такая ситуация, что... вам, например, уберут страх, но вы при этом все равно будете испытывать нервозность, но уже где-то теперь в другом аспекте, в другом месте и так далее. Такое, кстати, к сожалению, тоже может быть. Вот. И, соответственно, если мы говорим о том, чтобы вам помочь, то здесь необходимо исследовать... то, что с вами происходило в детстве. То есть, как, например, ваши родители реагировали на то, что вы боитесь темноты. Как родители реагировали на то, что вы испытываете такой страх? Как родители воспринимали это, воспринимали ли они всерьез то, что, ну, то, что с вами было? Вы воспринимали ли они всерьез то, что вы чувствовали? Или нет? Соответственно, если они не воспринимали всерьез, если они подавляли вас, подавляли, грубо говоря, ваши, ну, допустим, подавляли ваш страх, то есть обесценивали. Обесценивали его, да? Вот. Если они сделали это, то, соответственно, страх остался как своего рода, знаете, такое средство, способ для того, чтобы привлечь внимание ваших родителей к проблеме. И здесь можно говорить о том, что в данном контексте страх был взят вами для того, чтобы привлечь внимание ваших родителей, которые вам не давали, не додавали его, ну, этого самого внимания. Да? Которые не додавали вам его, этого самого, ну, может быть, любви, может быть, ласки, заботы, тепла. То есть это такое внутреннее желание, внутреннее стремление к тому, чтобы получить от родителей внимание. И сейчас вы используете, в принципе, тот же самый алгоритм, можете использовать тот же самый алгоритм для того, чтобы, ну, например, допустим, допустим, для того, чтобы привлекать внимание, опять же, ну, может быть, кого-то другого вы хотите привлекать внимание, может быть, может быть, уже не родителей, а вот, понимаете, какая история. То есть вы делаете это для чего-то, вы делаете это какой-то целью, понимаете? И можно говорить о том, что таким образом у страха вашего есть обоснование. И это обоснование, оно, в общем и целом, именно такое. То есть я испытываю страх, потому что, там, допустим, хочу внимания, допустим, своих родителей. Или хочу внимания своего мужа, или что-то ещё. Понимаете, да? То есть вам это нужно. Вам это нужно, и вы хотите этого добиться, вы хотите этого достичь. Вот. И для этого вы используете что угодно. Страх, там, для этого вы используете кота, которого вы берёте. Ну, с собой. И так далее. То есть абсолютно что угодно для этого может вами использоваться. Вот. И я полагаю, что никаких проблем с этим у вас не возникает. Подобная потребность в внимании, подобная потребность в каком-то, в какой-то ласке, в тепле, в заботе, то, что вы испытываете. Это абсолютно нормально. Но, как видите, форму, форму, как видите, вы это приняло не совсем адекватно. И вследствие этого вы начали испытывать дискомфорт, который проявляется, ну, в том числе и в виде, вот, подобных негативных аспектов. Да. В данном случае можно говорить о потребности во внимании. В данном случае можно говорить об этом. Дальше идём. Вполне может быть, что ваши родители не поддерживали вас во время того, как вы бояли. Вполне возможно, что ваши родители не только не поддерживали вас, но ещё и своими действиями осознанно или не осознанно провоцировали вас на ещё больший страх. И в этом случае можно говорить о том, что, опять же, нужно разбираться именно с ними, с родителями. Как так получилось, что они провоцировали вас, как так получилось, что они заставляли вас, ну и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Это тоже можно разобрать. И если вернуться к тому моменту в прошлом, то есть вспомнить и пережить заново то, что вы испытывали тогда, то вполне может быть, вполне вероятно, что вам станет легче, лучше и вы уже не будете так реагировать, ну вот на темноту. Значит, и, наконец, ещё один способ, ещё одно направление, которое может быть использовано здесь. Здесь. Это направление когнитивное. То есть, что это значит? Ага, когнитивное направление связано с тем, что вам нужно, когда вы лежите, спрашивать себя. Да. Ну хорошо. Вот. Я боюсь, значит бабайку, чего-то ещё. Во-первых, откуда у меня эти предрассудки? То есть, почему я считаю, что он существует вообще? То есть, это вопросы ваших иллюзий. Статус, то есть, насколько вы избавились от своих детских иллюзий. Вот. Насколько вы избавились от своих детских каких-то архаичных стереотипов мышления. Это первый момент, и второй момент, зачем они вам? То есть, если вы верите в это, значит это иллюзия. Если это иллюзия, значит вы бежите от чего-то в иллюзии. Если вы бежите от чего-то в иллюзии, значит что-то вас, вероятно, пугает. И если вас, вероятно, что-то пугает, или что-то не нравится, ну вот в реальном мире, что вы бежите от реального мира в иллюзию, если вас что-то пугает. Ну, значит нужно, опять же, постараться, на мой взгляд, разобраться с этим. Что именно вас пугает и почему. Ибо это, это важный, это важный момент. Так вот, значит предположим, что вы действительно, ну, боитесь бабайку. Но ведь он еще не пришел, скорее всего. Я имею в виду, когда вы его боитесь, он ведь ни разу не приходил. Правильно? Значит вы задаете себе как бы мысленный вопрос. Случилось ли то, чего я боюсь? Произошло ли то, чего я опасаюсь? И все. И вот так вы спрашиваете, задаете себе вопрос снова и снова, до тех пор, пока просто приучитесь автоматически, постоянно, ну, пока вы не приучитесь спрашивать себя постоянно об этом. Да? О том, что, вот, вы еще, ну, о том, что вы боитесь. Вот так. Так можно ответить вам на вопрос именно по фобиям. То есть, с этим работают. Можно работать по тракам темноты, но это вопрос, который нельзя, наверное, решить за один ответ. Потому что вы жили всю жизнь так, и вы привыкли жить так, всю жизнь, вы привыкли жить так. И я полагаю, что от привычки избавиться также будет непросто, потому что она вам для чего-то нужна. Ну, как я уже сказал, она может быть вам нужна, например, для того, чтобы разрешить себе быть слабой, разрешить себе получать поддержку, там, разрешить себе нуждаться в чем-то и так далее. Потому что другие моменты, другие аспекты, вы можете быть слишком сильны. Ну, ну, то есть, грубо говоря... Грубо говоря, вам нужна эта стратегия. Понимаете? Вот. И до тех пор, до тех пор, пока вам это нужно, вы от этого можете, даже не хотите избавиться. Понимаете? 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 Потому что вот у вас есть текст, вы спрашиваете, что-то даже не спрашиваете, а просто говорите, говорите, что... Ну, значит, говорите, что вот я хочу, там, избавиться от страха. При том, что вы даже запроса такого не даете. Вот. Понимаете? Так что я думаю, я думаю, что нужно добраться с вашим истинным запросом сперва. Соответствует ли он тому, о чем вы говорите на данный момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!